Друзья, всем привет! Вы на канале SkuReview и сегодня я вкратце расскажу о смартфоне, который называется YumiDigi S2. Построен он на базе процессора от MTK Helio P20. Графический процессор, графический ускоритель здесь Mali-T880, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта хранилища, передняя камера 5 мегапикселей, задняя сдвоенная с одним сенсором на 13 мегапикселей, с другим на 5 мегапикселей, 5100 мАч аккумулятор здесь. Так, разрешение экрана 720 на 1440, сам экран диагональю 6 дюймов. Вот, наверное, и все из важного по характеристикам. Ну, единственное еще, что здесь Android 6 версии установлен. И давайте посмотрим на упаковку, в которой данный смартфон приезжает. Приезжает он вот в такой вот коробке, которая сделана с претензией на премиальность, но все-таки смотрится достаточно простенько, по большому счету, и не очень-то она симпатична, по крайней мере, на мой взгляд. Вот так вот раскрывается, на магните крышка раскладывается таким образом. Здесь находился сам смартфон, здесь находился чехол и скрепка. Ну, комплект я еще покажу. Здесь зарядник, здесь у нас кабель для зарядки, здесь зарядка, кстати говоря, Type-C, и был еще переходничок для подключения наушников. То есть, здесь у нас разъема под наушники нет. По комплекту, как обещал, вот такой вот кабель красного цвета. Посмотрите, Type-C, далее. Вот такой вот чехол в комплекте идет, мягкий. Но чехол, ребята, не фонтан. Сейчас вы поймете, почему, когда я его переверну. Он очень здорово захапывается руками, вот на самом деле. То есть, буквально стоит его 5 минут подержать в руках, он превращается вот в такое вот непотребство, и все это дело не оттирается, не оттирается. Хотя, в общем-то, по цепкости достаточно неплохой чехольчик. То есть, он такой весь шершавый. Посмотрите на него. Специально не стал его как-то оттирать особо, чтобы вы увидели, во что он превращается, как я уже сказал, через 5 минут. Поэтому, по большому счету, считаю, этот чехол просто какой-то чушью собачьей. И прямая дорога ему мусорное ведро. Вот такой вот зарядник глянцевый. Поддерживает у нас смартфон быструю зарядку. Поэтому и зарядник у нас здесь на 12 вольт. Вот тот самый переходничок с Type-C на 3,5 мм джек для подключения наушников. И еще у нас скрепка в комплекте идет. Так, давайте мы посмотрим, где у нас лежит. Что-то я и уже потерял. Где-то здесь на столе. Ладно, покажу инструкцию по эксплуатации. Она на английском языке. Я думаю, что такие инструкции никто не читает, потому что здесь о какой-то полезной информации, скорее всего, не найти. Вот сейчас вы видите заднюю грань смартфона. Как вы понимаете, она тоже захапывается пальцами достаточно легко. По-моему, это дело видно, да? Что некоторые разводы здесь все-таки имеются. Видите вы два глазка камеры. Как я уже сказал, один сенсор на 13 мегапикселей, другой на 5. Далее у нас идет вспышка и сенсор отпечатков пальцев. Название производителя. Телефончик в моем случае красного цвета. Есть он в нескольких цветах. На правой грани что у нас? Качелька громкости и кнопка включения-выключения. Все типично. Снизу динамик, микрофон и разъем Type-C для зарядки и для подключения смартфона к компьютеру для подключения наушников. Больше нигде ничего нет. Так, и сейчас сразу хочу объяснить, почему этот обзор будет предельно коротким. Да потому что рассказывать об этом смартфоне особо не хочется. Ведь на него установлены просто чудовищные камеры. То есть и задние камеры и передние камеры снимают настолько плохо, что, ну я считаю, такой смартфон не имеет права на существование. Если мы возьмем близкие по цене телефоны от Xiaomi, например, снимают они, ну, гораздо круче. Стоит, кстати говоря, этот смартфон 190 долларов. 190 долларов это очень приличные деньги и за такую же сумму можно приобрести смартфон гораздо лучше, по крайней мере, вот как раз по камерам. Что касается всего остального железа, то оно здесь, да, действительно хорошее. Смартфон работает нормально, никаких проблем с ним не возникает, никаких сбоев. Пожаловаться, в общем-то, не на что. Но еще раз повторяю, вот такие вот отвратительные камеры полностью перечеркивают все плюсы этого смартфона, по крайней мере, для меня. Кстати говоря, на смартфон сразу была наклеена пленка из коробки, но наклеена она фиговенько. Я думаю, вы видите, вот здесь вот пузырь, под ним мусор, вот здесь два пузыря. Так что, ребята, я думаю, лучше бы производитель пленку не наклеивал, оставил это дело мне, положил бы ее просто в комплект, я бы наклеил получше. Давайте посмотрим на экран. Экран здесь действительно хороший, здесь пожаловаться ни на что не могу. Обратите внимание, достаточно тонкие рамки, можем посмотреть на него под разными углами и убедиться, что ничего здесь не инвертируется у нас, не блекнет. То есть, на самом деле, экран установлен очень хороший, экран мне нравится. Друзья, попытался пользоваться этим смартфоном на ярком солнце. Ну, вы сами понимаете, какое яркое солнце бывает зимой. Не то, что летом, конечно же, но, тем не менее, экран показал себя неплохо. Я, в общем-то, результатом удовлетворен, все на нем видно. Из важного хочется отметить еще и то, что кнопок у нас сенсорных нет на смартфоне, кнопки у нас чисто экранные. Теперь давайте посмотрим на результаты теста. Самого популярного, Antutu, показывает 61559 попугаев. В общем-то, результат, как по нынешним временам, не особо крутой какой-то, но в играх смартфон показывает себя нормально, по крайней мере, восьмой асфальт, ну, практически не тормозит на высоких настройках. Я сейчас это дело продемонстрирую. Аккумулятор здесь не знаю, на 5100 мАч или нет. Может быть, китайцы и обманули. Ну, если и обманули, то ненамного. Действительно, он емкий, обеспечивает бесперебойную работу смартфона, ну, практически в течение двух суток. И в интернете я здесь лазил, и в игры играл, и смотрел фильмы, и слушал музыку. И, в общем-то, двое суток действительно смартфон проработал. Я думаю, что если его как-то особо не нагружать, то продержится он и трое суток абсолютно легко. Очень хорошо в этом смартфоне реализовано геопозиционирование. Прошлые проблемы процессоров MTK с этим делом исчезли абсолютно. То есть я просто высовываю руку из окна своей квартиры, и данный смартфон обнаруживает 16 спутников и обеспечивает точность в 3 метра. То есть точность позиционирования здесь до 3 метров. Это очень хорошо, на самом деле, ребята. Скажу честно, что у меня еще не было смартфонов, которые бы такой хороший результат выдавали, при том, что у меня были и Samsung, и Xiaomi, и LG, и чего только не было. Теперь по звуку. Звезд неба он не хватает, но, тем не менее, динамик громкий, играет чисто, даже на максимальной громкости не хрипит. Что касается звука через Type-C, ну, то он тоже, в принципе, в принципе, неплох. В наушниках слушать можно музыку, но я все-таки склоняюсь к тому, что нужно приобретать отдельное устройство для прослушивания музыки, если вы хотите получить действительно хорошее качество какой-то Hi-Fi плеер, а смартфон, ну, смартфон все-таки не для этого предназначен. Что касается нагрева смартфона, то здесь тоже никаких проблем нет. Я играл в восьмой асфальт в течение, наверное, 4 или 5 часов непрерывно, и он, ну, практически абсолютно не нагрелся. То есть, по крайней мере, вот через этот чехол я нагрева не ощущал. Датчик отпечатков пальцев работает нормально, тоже к нему придраться не могу, но давайте продемонстрирую. То есть, подношу палец, и сразу телефон разблокируется. Никаких проблем, опять же, с этим тоже нет. По операционной системе рассказывать здесь нечего, поскольку установлен голый шестой Android, так что ничем он не отличается от того, что вы могли видеть на других смартфонах. Вот такой вот у китайцев получился телефон. К приобретению я его не рекомендую, но дело, ребята, ваше. В общем-то, как я уже сказал, помимо камеры придраться здесь особо не к чему, так что если камеры вам не важны, то приобретайте и не пожалеете. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о канале друзьям, делайте репосты этого видео. Еще увидимся!